Здравствуйте! Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего уже руководителя своего офиса, то есть офиса президента Украины Андрея Богдана. И сразу же, буквально через минуту, на сайте президента появился новый указ о назначении Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины. То, о чем в принципе в куларах говорили достаточно давно, наконец-таки произошло. И возникает вопрос, с чем это связано и к чему это может привести. Но с точки зрения глобальных перемен я очень сильно сомневаюсь. Но с точки зрения внутренней политики, тут возникают достаточно интересные параллели. Во-первых, первое и основное, что стоит учесть, это то, что Андрей Богдан не исчез из публичной политики. То есть пока что он никто, но назначение либо появление его в области публичной политики скорее всего произойдет. Второе. Сама замена. Андрей Богдан это был человек, которого достаточно сильно связывали с Коломойским. Он был токсичен изначально для самого Зеленского. Но он был в близких отношениях с президентом Украины. И в принципе на начальном этапе Зеленский ему доверял. Однако, рост противоречий с господином Коломойским, о чем я кстати говорил уже в своем видео о начале войны между Коломойским и Зеленским, в том числе привел к потере и с одной стороны не только популярности, но и потере позиций господина Богдана. Потому что я напомню, что после публичной перепалки с Коломойского и Зеленского, после того, как депутаты, связанные с Коломойским, сделали все, чтобы провалить первое голосование по вопросам свободной продажи земель сельхозназначения в Украине и после определенной атаки и изменения редакционной политики на телевизионных каналах, в принципе, позиции Богдана пошатнулись, потому что тогда он резко, ну как бы вам сказать, замолчал. То есть из медийной персоны. Он стал молочуном, дав единственное интервью, в котором пытался рассказать, что он хороший, белый, пушистый. Перед своей отставкой он тоже вышел с несколькими интервью такого миролюбивого характера, но, скорее всего, это не помогло. Но это не помогло еще по другим причинам. То есть среди других причин была достаточно интересная вещь, а именно прослушка высших чиновников, я имею в виду так называемые пленки Гончарука, и не только, потому что то, как было смонтировано, то, как это было брошено и так далее, это была явная атака. Ну, с одной стороны, на Зеленского это понятно, с другой стороны, она часть Кабмина, которая, в принципе, ну, назовем так, относительно зависима от Коломойска, это, скорее, немножко другой лагерь. И, кроме всего прочего, за тем, как эти пленки вышли, естественно, стоял кто-то из достаточно влиятельных фигур, потому что вопрос не только записать, а вопрос в том, чтобы эти данные достать и принять, прошу прощения, политическое решение об их публикации. Тем более, что ставки увеличивались, потому что я напомню, что эти пленки появились на фоне того, как в правительстве и в парламенте Украины начали активно говорить, более того, не только говорить, но и готовить к принятию закон, который бы делал невозможным возврат приватбанка Коломойскому. Это появилось после того, как правительство Украины отказалось перевести рассмотрение дела и претензий к структурам приват из лондонских судов, где структура приват чувствует себя не так уверенно, как счастье украинских судов. И это происходило, скажем так, на фоне пикировки по другим активам и по политическим решениям, в том числе по рынку электроэнергии, которые некоторые решения были достаточно спорны. Часть может связывать с интересами Коломойского, часть шла вразрез с ними. Таким образом, да, была продемонстрирована, скажем так, сила медийной кампании. Человек, который, в принципе, давал площадку и для квартала 95, и запускал сериал «Слуга народа», и много говорил хорошего о том, что Зеленский молодец, и это все прекрасно. Но конфликт начал заходить слишком далеко, потому что, я напомню, что после выхода первых пленок было дано поручение, в том числе спецслужбам, найти тех, кто эти пленки подготовил и запустил. И тогда, как издевательство, было выпущен, как говорится, второй пакетик. Но, в конце концов, правоохранители пришли с обысками на канал 1+,1. И тут случилась достаточно интересная ситуация, что авторы законопроекта о свободе слова в Украине, которые меняют, точнее, систему свободы слова в Украине, пытаясь копировать с российской, то есть бывший топ-менеджер плюсов жаловались в эфирах о том, что вот, мол, как незаконно проводятся обыски. Хотя не понимая, что тот же самый их законопроект, он, в принципе, в случае реализации устанавливал бы еще худшие ситуации для медиа в Украине. Но, тем не менее, суть не в этом. Суть в том, что Зеленский все-таки решился пойти на повышение ставок, тоже на конфликт в ответ. Это, естественно, ударило по Богдану, но тем более, что сегодня вышло еще одно достаточно интересное заявление. То есть, после кадровых решений по офису президента, через час Зеленский заявил, что он допускает конфликт публичный, в том числе конфликт с Колобойским, через обыски на 1+,1. Но обыски, я думаю, вы понимаете, что это всего лишь верх айсберга. Ну и следом за этими отставками Зеленский успел поговорить еще с госпожой Меркель, которая была, кстати, тоже весьма недовольна с господином Богданом, с назначением господина Богдана, потому что из внешнеполитических партнеров Украины, ну, по большому счету, против Богдана, как руководителя офиса президента, выступали американцы, немцы, французы, но еще многие, много кто. Поэтому, как бы там ни было, решение принято. Решение по Ермаку. Сам Ермак, это человек, который курировал обмен пленными, курирует контакты с Российской Федерацией, что, в принципе, он не скрывает. Это спарльный партнер по переговорам с Колобойским. Сказать, что, как уже начали разгонять часть средств мастер-пассы, что это пророссийский чиновник, нет, это просто скорее, то есть, с точки зрения его интервью, тезисы у него, в принципе, вполне нормальны, что есть интересы Украины, есть интересы не сдавать Украину, есть интересы даже по тому же самому регулированию по политическому вопросу, вначале вопрос безопасности, потом все остальное. Но проблема в чем? Проблема в том, что это все-таки не кадровый политик, ой, не кадровый дипломат. Раз. Проблема вторая, что иметь опыт, ну, скажем так, куларной договоренности, считать, что на этом все можно, на этом можно выехать на куларных переговорах, сводя роль публичной политики исключительно к красивым жестам, выходам на публику, но это, мягко говоря, переоценит свои силы, потому что я тоже имел опыт собственной общения с господином Ермаком еще на моменте, когда был скандал с Формулой Штанмайера, но, если честно, на тот момент и у себя в Фейсбуке я писал, что это общение меня чрезвычайно не впечатлило, потому что были попытки закрыться от неудобных вопросов и были откровенные попытки продавить свою точку зрения, свое видение. То есть мы такие красивые, прекрасные и чудесные, и мы такие умные и гениальные, и любите нас, пожалуйста. Но извините, так никто не любит, так скорее ненавидят, либо смеются. Поэтому в данном случае с точки зрения, в том числе, возможных ошибок Офиса Президента, я думаю, они и дальше будут, то есть за это будет прилетать от прессы, но тут интересно другое. Тут интересно как раз-таки не столько внешнеполитическая вещь, сколько тут интересных событий, которые идут параллельно и которые будут связаны в том числе с будущими перестановками. И в правительстве об этом, кстати, я уже в свое время говорил в конце 2019 года, когда вроде бы позиции Гончарука и правительство были неизыблемы. Напоминаю видео хроники украинского кризиса в 2020 году. Контура, точнее, украинского кризиса в 2020 году. Ну, но сейчас очевидно, что Богдан это первая ласточка. Это такие вещи, они принимаются, и они в принципе логичны. То есть я хочу напомнить на тот момент таблички устойчивости режима. То есть наличие токсичных фигур, наличие проблем в коммуникации, оно рубит по легитимности среди масс президента Украины Зеленского. То есть его логика, нахождение, его логика сохранения власти, реализации своих интересов, это поддержка хотя бы внутренней легитимности, желательно поддержка внешней легитимности и внешней поддержки, для того, чтобы на фоне конфликта с олигархами, а он неизбежно начнется, более того, он уже начинается, чтобы иметь возможность, ну, каким-то образом, компенсировать недостаток ресурсной базы. Таким образом, отставки, исходя из этой логики, как раз таки я предсказывал отставки либо в правительстве, и возможные перевыборы в Верховную Раду, что мы имеем сегодня? Была попытка фальшстарта с Гончарюком и с правительством, но это было действительно рано, потому что, учитывая количество кризисов, которые ожидают Украину в ближайшее время, такой мощный козырь, как отставка части правительства, стоит поберечь. Поэтому на первом этапе избавились от токсичной фигуры в виде Андрея Богдана. Я думаю, что это прибавит Зеленскому пару пунктов с точки зрения легитимности масс. Следующим этапом будет пересмотр и структуры правительства, и отставка некоторых министров, причем эти процессы, скорее всего, будут совмещены, потому что часть министерств необходимо будет либо разделять, либо объединять, то есть будет именно изменение количества министерств, в частности, будет отдельное министерство по оккупированным территориям, об этом чуть попозже. И на этом фоне произойдет отставка нескольких токсичных министров. Я думаю, что Гончарук пока что имеет шансы сохранить свою посту хотя бы до лета, хотя он тоже уже подбитый лебедь, и в случае, если будет политическая необходимость, то избавиться от него это тоже не вопрос. С другой стороны, вот как раз таки отставки правительства, и на моменте формирования нового состава правительства, можно будет оценить влияние господина того же самого Коломойского. Потому что именно в правительстве может появиться Андрей Богдан. Почему он может появиться? С одной стороны, это, как бы вам сказать, психология самого президента Зеленского, то есть тут достаточно посмотреть на структуру квартала 95, то есть этот человек очень болезненно расстается с теми, кто когда-то был близок к нему, то есть со своими друзьями, с теми, кто вместе пошел, то есть хоть где-то он старается их пристроить, поэтому господина Богдана он, естественно, постарается где-то пристроить. И этим, естественно, воспользуется тот же самый господин Коломойский, чтобы место пристройки было как можно более высокое. Но в данном случае будет борьба с другими группами внутри команды Зеленского, и там не только олигархические группы, которые, ну, в принципе, по состоянию на сегодня категорически против Богдана, поскольку он токсичен даже для собственной команды. И это уже интересно. Второй вопрос, кто может быть тактическим союзником Зеленского на данном этапе? То есть, с одной стороны, по голосованию по земле из олигархов, мы помним оппозицию господина Ахметова, который подставил плечо. С другой стороны, у Ахметова есть сегодня свои проблемы, но есть еще один представитель, и тут достаточно интересная позиция. Я говорю о господине Пинчуке, он же зять господина Кучмы, потому что на офис, на министерство по оккупированным территориям предлагают представители Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексея Резникова. Кстати, профессиональный переговорщик, имел счастье общаться с ним, то есть, в том числе, разговаривали о форматах переговоров на Донбассе, но, честно говоря, человек на меня лично произвел весьма-весьма положительное впечатление, тем более, учитывая, что именно ему принадлежат несколько достаточно резких и неприятных для России тезисов, озвученных в публичном пространстве, потому что до определенного момента Резникову запрещали выходить из публичного пространства собственными заявлениями. Но, как бы там ни было, первая ласточка – это было просто разрешение на публичную коммуникацию. И если он станет министром оккупированной территории, то есть, по крайней мере, из того, что я слышал из опыта общения, вытекает то, что господин Резников, ну, как минимум, он заинтересован в системном подходе. То есть, не просто реинтеграция Донбасса, понимать зачем, как увидеть, что мы с ним будем делать. И это человек, который пока что, ну, категорический противник, ну, как бы вам сказать, спешки. То есть, считающий, что спешка нужна лишь при ловле блух. Соответственно, определенный шанс Украины выйти на более-менее адекватную политику есть, но снова-таки тут мы упираемся в позицию Ермака, с которым на определенном моменте у Резникова могут возникнуть конфликты. Но, еще раз повторю, Резников – самая достаточная фигура, но при этом, как бы там ни было, он работает вместе с господином Кущмой. То есть, соответственно, на начальном хотя бы этапе определенная медийная, определенная политическая поддержка господина Пинчука, она может проявиться. Я не говорю, что это креатура Пинчука, но я говорю, что эта поддержка на определенном моменте может появиться, особенно на фоне войны с Коломойским. Это уже, как минимум, интересно. И если Зеленский сумеет, в принципе, распределить по времени периоды конфликта с разными олигархическими группами и все-таки выйти на формат переформатирования, прошу прощения за тавтологию, системы отношений власти олигархи, то в таком случае он может, в принципе, продержаться, во-первых, до конца срока достаточно успешно с высокими рейтингами, но и, во-вторых, решить вопрос недостатка внутренней ресурсной базы, имею в виду экономических ресурсов, для проведения определенной трансформации внутри страны. Но, еще раз повторю, тут упирается в то, насколько господин Ермак, который пока что проявил себя с точки зрения Зеленского как организатор челночной дипломатии, как человек-организатор определенных процессов по направлению с Донбассом и во внешней политике, насколько бой он будет эффективен в роли координатора, то есть человека, который держит нити на процессах, в том числе внутри страны. С другой стороны, если говорить еще о Ермаке, то, учитывая специфику по Донбассу, это все-таки мы видим о том, что Зеленский хочет выйти на какой-то формат более-менее долгосрочный в вопросе Донбасса. То есть, либо это определенная дорожная карта по реинтеграции, либо возврату и так далее, либо это заморозка, то есть расставить точки на «и». Я очень надеюсь на то, что снова-таки с учетом опыта Ересникова, с учетом опыта остальных, что Украина выйдет на позицию не спешить до тех пор, пока не будет понятно, на каких условиях, в каком формате мы это забираем и имеем ли мы ресурсы на восстановление Донбасса. Это первое. Но тем более, что, по крайней мере, определенные контуры хотя бы понимания можно найти и в заявлениях другого чиновника. То есть, министр обороны Украины Андрей Ермак вчера заявил о необходимости создания военных баз на территории подконтрольной Киеву Донбасса. Это уже, как минимум, очень интересный процесс. Сразу по нескольким. С одной стороны, естественно, военная база, то есть место, где военные могут в нормальных условиях отдохнуть и так далее, и постоянно место концентрации военной силы, это вопрос безопасности. То есть, это как минимум уже признание того, что, прошу прощения, такого мирного, с цветочками, розочками, поцелуями, мирного реинтеграции Донбасса не будет. То есть, необходимо содержание военного контингента на этой территории надолго. С другой стороны, на данный момент пока что это именно военная база, то есть это место постоянного размещения, скажем так, определенных бригад вооруженных сил Украины, либо национальной гвардии. Но, как бы там ни было, это интересная инициатива еще по нескольким направлениям, либо по нескольким причинам, не связана напрямую с безопасностью. О чем я говорю? Если мы говорим о проблеме Донбасса, о проблеме реинтеграции, то мы должны понимать структуру общества и в том числе информационное влияние в этом регионе. И к чему тут, на первый взгляд, размещение военной базы? Вот давайте подумаем вместе. Итак, что такое военная база? В идеале, конечно, военный городок, но военная база – это достаточно крупный военный объект, в котором обеспечивается размещение и функционирование определенного количества силовиков. Создание военной базы, то есть даже просто стройки, стройка ее – это уже инвестиции в местную экономику. Военная база своим существованием меняет характер местного бизнеса, потому что появляются условия, появляются бизнесы на обслуживании военных, на поставке ГСМ, на поставке запчастей для техники двойного назначения, на, скажем так, магазинчиках, объектах сферы досуга, где военные могут отдохнуть и так далее. То есть, как бы там ни было, это может быть одним из элементов перезапуска экономики регионов. Второе – работа инвестиций, то есть создание военных баз, это строительство объектов, это строительство подъездных путей, то есть это предоставление работы, в том числе, местным людям, местным строителям. И вот тут как раз-таки мы подходим к идеологическому вопросу, то есть что такое присутствие военных? Оно уже сегодня накладывает свой отпечаток на экономику местных регионов. Но как только возникают рабочие места и бизнесы, то появляется такая ценность, как работа. Вот этим, например, жители Донецкой области, по крайней мере, об этом говорит социология, отличаются от жителей в значительной части Украины, потому что у них среди приоритетов ценностных есть не личный заработок, а постоянная работа, рабочее место. Вот, и раньше работа, это был так называемый хозяин города, то есть это был представитель, ну, как бы вам сказать, местного клана, местный олигарх, который контролировал все, вот этого хозяина слушали. Что случается, если рабочие места, либо бизнесы возникают благодаря военным? То есть военность, де-факто, либо посредственно, либо непосредственно становится работодателями, и они становятся авторитетом. И работодатель, это уже несколько иное отношение тех же самых работников даже к государственному проекту Украины, потому что это для них работа, это источник существования. И я имею в виду лояльность государству, а не партии, потому что голосовать они могут за кого угодно, но именно в таком случае именно государство Украины для них основа существования. Следующее. Социально-идеологические объекты, то есть военные стоят на постоянной основе. Соответственно, есть контакты с местным населением, есть определенное распространение мнений, идей, взглядов на жизнь. В идеале, конечно, это рано или поздно перевод военных баз в категорию обычных военных городков, то есть постоянного размещения бригад. Почему я об этом говорю? Потому что бригады намного лучше. Это, если бригада мы оперируем не списочным, а реальным составом, это максимум 1200 человек, то вместе с семьями это 2500-3000 человек. И это люди с несколько другой ценностной матрицы, которые приезжают в данный регион, которые начинают работать и которые, в принципе, меняют ситуацию. Они общаются с местными, неженаты военные, женятся, члены семей ходят в те же самые магазины, дети учатся в тех же самых школах. То есть, с одной стороны, это меняется демографическая ситуация, потому что появляются новые люди в регионе, которые страдают от депопуляции, с другой стороны, меняется идеологическая. На этом фоне, естественно, будут кричать, что ай-яй-яй, вы же проводите процесс замещения населения, но я имею в виду кричать из-за пореври, как господа русские, но на этом можно сказать, что да, мы учимся у вас, вы то же самое делаете в Крыму. Тем более, что в отличие, например, от крымской политики в России, тут замещения населения не происходит, потому что граждане Украины переселяются просто в другой регион Украины. И, наконец-таки, еще одна составляющая, но об этом стоит поговорить дальше, и это я уже ожидал от Министерства инфраструктуры, ну и, возможно, от того же Саморезникова в будущем. Это вопрос больших инфраструктурных проектов, в первую очередь инфраструктурных проектов в транспортной области. То есть о чем речь? Это та же самая ракадная дорога от границы Российской Федерации до портов Мариуполь-Бердянск, с продолжением вдоль всего побережья Украины, то есть связь всех портов и выходом на линии, то есть создание нового транспортного коридора, возможно, с интересами европейцев, турков, китайцев, тех же самых, потому что для них транспортное сообщение важно. Это привлечение, в том числе, работа с переселенцами, создание рабочих мест и так далее и тому подобное. Если стартанут эти проекты, то по большому счету мы выходим на новую политику работы с регионом и на новую политику по Донбассу, которая не является краткосрочной. То есть это значит, что это как минимум будет признание того, что Донбасс является долгосрочным конфликтом, что уже будет интересно. Таким образом, подводя черту, по нескольким, скажем так, направлениям, можно сказать, что по состоянию на сегодня в Украине, точнее в украинской власти происходят процессы по смене сфер влияния различных групп. То есть такая подковерная борьба, она идет с переменным успехом, причем пока что Коломойск рискует потерять свое влияние. Соответственно, атака от Коломойского будет. В ответ на это Зеленский пойдет, скорее всего, на дальнейшее переформатирование кабинета министров. Ну и одновременно с этим будут вводиться новые лица и, возможно, он получит поддержку, ну как минимум от Ахметова, от которого он уже получал, возможно, от Пинчука. Я говорю, если мы говорим о финансовых промышленных группах, то есть об олигархах. И снова-таки подчеркиваю, это вопрос тактической поддержки. Потому что большая война с ними не исключается. Будет переформатировано правительство. И вот на фоне этого переформатирования можно определить в том числе приоритеты, исходя из того, кто придет и какие министерства станутся, какие будут, роль каких будет пересмотрен. То есть можно будет определить приоритеты, в том числе государства Украины, на ближайшее время. И, наконец-таки, если говорить об одном приоритете, который виден сегодня, то приход Ермака. Анонсированный приход Резникова. Это говорит о том, что одним из приоритетов государства Украина будет являться выработка политики по Донбассу. То есть попытка ответить на вопрос, что нам сделать с Донбассом. То есть украинская власть, с одной стороны, хочется выйти на какую-то, ну скажем так, на какую-то стабильную ситуацию. То есть либо это заморозка, либо это какой-то процесс интеграции. С другой стороны, на это же будет работать Российская Федерация. С другой стороны, по крайней мере, определенные, ну скажем так, заявления, ну как минимум министра обороны, это как минимум сама Конституция Резникова, может говорить о том, что быстрой необдуманной реинтеграции может и не быть. Что как минимум есть предпосылки для осторожного оптимизма. И есть предпосылки для осторожного оптимизма, в том числе с точки зрения выработки государственной политики по отношению к этим регионам. Поэтому в ближайшие несколько месяцев внутренние политики Украины будут чрезвычайно насыщенными, чрезвычайно интересными. Ну и по крайней мере по Донбассу можно будет говорить уже предметно. То есть о том, что Украина собирается делать с этим регионом. На этом у меня все. Радости, счастья, удачи, оптимизма. Если вам видео понравилось, лайкайте, обсуждайте. Естественно, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интереснее. А, ну естественно, поддержите меня подпиской на патреоне. Там будет интереснее еще. И забегая вперед, анонсирую следующее видео. Следующее видео, оно будет касаться информационной войны с Российской Федерацией, которую де-факто уже объявил Лукашенко. Там все очень занимательно. Всего наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok